здарова всем друзья рад видеть вас у себя на канале и после все-таки выхода обновления на пока я готов тестить я готов смотреть все чтоб менялась и сегодня мы с вами поиграем на культисте против монаха то есть это две пешки не играбельная в прошлых патчах и сейчас они получили баф и кто-то за счет чего-то кто-то свой баф и мы посмотрим как это в принципе друг против друга играется лишь чем же что же играть можно ли будет вообще ими играть поэтому писались поудобнее кто кушает приятного аппетита друзья и началом маленькая пауза и будем начинать друзья хочу сказать огромное спасибо каждому кто использует мой код автора этим вы реально безумно меня поддерживаете и даете какие-то силы делать розыгрыш для вас и больше интересного контента кто не знает что это такое сейчас я вам это расскажу переходим на сайт market my games shop 125 слэш слэш и так далее ссылочка будет в описании без проблем на этом сайте можно купить все что угодно если у вас недоступны платежи через игру особенно тем кто донатит с айфона через этот сайт дешевле чем с айфона поэтому пользуйтесь здесь есть все предложения можно купить как и платину а заплате можно купить все что угодно в игре так можно отдельно и кристаллы и пропуска то есть давайте допустим купим с вами 200 200 платины нажимаем купить буй а выбираем наш игровой айди который нужен дальше вводим кодовое слово кодовое слово довольно простое али али вот на экране вы его также видите нажимаем продолжить здесь вы можете написать любое пожелание которое хотите чтобы я увидел дальше нажимаем продолжить и дальше выбираем любой удобный для вас платеж которым вы захотите рассчитаться то есть киеве сбер какой-то на хрен а и омане говно какой-то да ну или мобильные операторы там всякие милая на мгтс и осуждаю ну и разные карты после этого все проходит оплата мне приходит сообщение с вашими пожеланиями вам приходит на валюта которые купили все круто просто мне приятно и вам не сложно переходить видео так чтобы понимали тренировка загружалась в районе там 15 у нас я уже наврал 10 секунд это влад если что если кто не понял это влад и сейчас наблюдаются минимальные какие-то недоработки там пролаги баги магии в игре но это все не страшно это все поправимо главное что обновление есть у всех теперь и все могут поиграть в новую версию хорошую версию как бы там что ни случилось версия получилась хорошей я уже успел мне немножко покатать поиграл на том же культисте на всем остальном и скажу честно мне понравилось потому что сейчас нет такого как в прошлом обновлении что играет 1 дх сейчас играть можно ну практически всем и разнообразие пвп встречается очень хорошее так мы опять же начинаем с самого простого мы начинаем строить пультистов пути смоливая пешка кто бы что не говорил да он был бомжом сейчас он стал получше и возможно даже с призывателем он сможет стать конкуренцию дх даже дх возможно мы будем побеждать нужно понять где у меня еще точки роста чтобы я мог их раскачивать стакать 1 здесь 1 здесь 1 здесь я потерял последнюю братья так раз два вот она все нашел отлично в углу это значит мы делаем вот так и рискуем и это правильный выбор так теперь нам это дело надо подкачать сразу с первой игры мы начали все это дело тестить точки упали такие в принципе это хорошо одна . зипса одна . как бы у нас стоит роста это нормально это лучше чем могло что-то другое быть поэтому я согласен на это я все-таки играю с зипсом потому что с монахом ой с русалкой мне как бы ребята не понравилось надо рискнуть неплохо так 5 пути ста имеем я играл с русалкой и метод будто бы не хватило все равно вот этого прироста прироста на боссах поэтому решил взять зипса взять мимо потому что мы хотим посмотреть как он стоит а именно с этим мы сможем накачать больше стаков именно с мимом а потому что призыва ты ждешь ты крутишься экономится манна и ты душ соперника а здесь ты очень очень быстро с мимасиком разгоняешь урон ну нет хорошо не знаю как буду играть наверно и буду с призывом потому что п.п. сейчас нет смысла долго простоять у кого есть 15 призыв тем надо как бы соперника подушивать чем-то драконить ну и слушайте не особо хорошо у нас падает стол наверное заполнил пока что все пешки все точки на столе пешками чтобы начинать искать нужное нужные клетки потому что у меня только один центральный культе стоит это он не закрыт хотелось бы 2 получить а у нас даже 2 ребятушки не строится все как-то очень плохо падает влад играть через равновесие потому что талант получил баф потом у него все такой вот то есть без счета он потому что русалка хорошая можете позволить шалеть а к этому убираем все на нашли 2 нашли второго центрального и с этим уже можно работать так они отлично прокачались неожиданно молодцы и надо докачивать точку . просто потому что у блин идти будет сильным все отлично есть этот бардяга и мы сразу начинаем подкачивать все три центральных есть рядки все полетят в них ну и надо . просто доделать без нее прям вообще габела будет но мы раскачаем в любом случае также нам надо будет накопить мечи перед бедла надо обязательно оставлять любые мечи на столе и перед следующим боссом находить новые потому что как бы вы что как бы потому что талант такой переработали таланты ну блин а говня налетит по 2 вот только первый глаз нам надо искать пробужденного оставлять его какой-нибудь . чтобы она все накапливалось потому что так мы будем прям очень долго копить и не факт что прямо на всех даже накопим хотелось бы на всех только только вот стаки идут здесь ничего нет так хорошо три глаза три глаза уже есть на пятом отлично и продолжаем делать стаки обычно у меня вы к этому времени намного больше таков это просто маленькие такие неполадки и загвоздки я в этом абсолютно не виноват это я буду разбивать наверное сейчас и искать что-то подряду так вот пятерочка блин вот меча не хотелось бы там кстати очень аккуратно выставляется стол там сливается абсолютно все через переворот и через блин не нравится он играет он играет очень даже правильно 5 глаз просто то хотя бы в него летит этому я уже рад это мы сделаем так и рискнем слушайте это очень хорошо так и теперь нам надо найти пятую ряду собрать своими руками пятую ряду чтобы сделать центрального всем хотя я лучше сделаю справа который на точке роста т7 потому что он как бы на точке роста там 120 процентов урона как ни крути надо отдавать именно в него потому что под зевсом он будет бич бич он будет бить на прям очень сильно блин вот как хочет не хочется пробужденный там оставлять 14 14 процентов только амулета да как-то поактивнее делать там уже 20 таков это очень хорошо у него уже 7 монах и 21 стак это прям ну идеально я бы сказал хорошо ничего хорошего в этом нет надо как-то убрать этого 3 мимо вот единственное что мне смею мне нравится то что ой как легко можно застакаться очень легко можно застакать с когда вы играете с призывом у вас только одна пешка будет как бы ненужная вот смотрите это четвертый меч который нам нужно как-то убрать если вы это было 4 4 ряда но бы все было намного проще но блин имеем то что имеем крест этот я наверное пока буду разбивать и 10 стаков ну как бы я не знаю почему так плохо все начал у меня получаться на этой колоде так может даже и рискнем разочек если найдем третий меч я наверное все таки рискну я дам дам чтобы он опнулся не хочу сейчас отдавать в эту дряду такое чувство что я потом просто не доделаю придется отдавать кого-то так просадка минимально идет там 20 русалка с пятым пузырем так смотрите раз-два и надеемся в лучшее отлично этот это в центрального это вообще идеально я вот просто выстраивал у себя вот такой вариант события в голове и выстроился 28 процентов только блин как же мало стаков все-таки нам бы еще одну золотую этого можно ставить т6 этот будет т7 и этот будет всем рано или поздно по-любому так и еще одну третью надо потому что это апнется сама собой прикиньте ух спасибо контр заклятия но слушайте уже я не очень хочу его опять мне кажется огнирык понизит если он уже полетел все теперь мы ждем пока прокачается этот ряда справа и потом все отдаем и он у нас получается седьмым все слишком просто я думаю вы прекрасно понимаете как это произойдет еще будет этот бродяга качался потихоньку так пробужденные наверное оставлю пока что блин нет не хочу оставлять я хочу делать больше стаков у меня очень мало стаков так прям не должно быть это мы качаем это мы лишнее отдаем и вот сейчас наверное точно прокачается чувствую 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 что прокачается этот ряда нажму где-то вот так чтоб на босса тоже зацепить нет ребят никто не прокачается отказываются они качаться но у нас есть золотая и куда ее отдать хрен пойми еще одна золотая отряда кого бы ее отдать ну пожалуйста нет все равно на них хрена не качает сейчас я все сделаю смотрите ни хрена я не сделаю еще лагать начал вы об смотрите вот говно да вот это говно отдаем сюда мы не могли отдать это друг в друга нам все равно нужно ждать так хорошо вы теперь можно все вы теперь у нас идеально все 7 красота вот так должно быть очень много летит меня мечей слава богу они теперь не сбиваются из-за этого играть намного проще и как-то замедлились пока что там с таким не знаю почему так поехали отлично 3 это мы тоже потом уберем и по урону пока что ну более-менее пока не чувствуется хотя у нас даже 10 глаз нету нам главное что просто наши глаза не трогали и потом мы улетели в стать чем больше ста как у нас потом получится сделать тем лучше потому что 25 это вообще не дело это цирк у меня раньше такой волне уже там 40 было могу быть больше разучился немного играть на таких колодах так четвертый мемасик четвертый глаз на центральном но это такой успех это успех так 42 отлично все 26 и 1 по 7 идеально если еще в центр какая-то точку упала потому что сто тридцать одна тысяча этом 215 вот вижу это прям маловато ну и вот то о чем я говорил как бы второй раз нас спасает контр заклятие но я вам говорю если она начинает лететь она и будет лететь то есть второй раз огнерых пытается уже отшпилить моего в братуху которого я очень старался сделать по 7 все почистили его временно разобьем еще один стак так и т5 и т5 надо будет что-то подождать надо будет подождать пока кто-то прокачается или кого-то понизит хотя не очень хочется что-то понижала вот опять орлик это хорошо это хотя бы можно будет убрать это тоже сюда так 8 доброту можно и вот все пробужденное туда падают 35 стаков оглушила братика моего еще маленькие боссы идут всего 16 миллионов а он спит или он не будет более менее адекватно начала работать контр заклятие спасибо что она хотя бы хилит того кого нужно хилить то есть вот видите она прям вот кого надо лечить она того и лечь 5254 вот копируем все опять у нас чистый стол и можно накапливать души свои влада 34 монаха то есть монахов намного сложнее накопить чем пультов сюжет делаю не так что-то я очень-очень много отдавал в ряд и в мечи чтобы их накопить и даже сейчас до сих пор я их не накопил чтобы сделать т7 я очень много ждал сейчас меня есть две 700 маны но я не могу убрать и почистить все из-за вот этого этого орлика так 58 одно слияние осталось и у нас амулет роста как бы будет максимальный неплохо урон должен быть хорош от этого братухи вот смотрите она лисит теперь в этого его понизит по-любому у меня не успевает ничего откатиться как же тяжело и вот из-за таких моментов играть на культисте ребят это очень тяжело контролировать постоянно ты никогда не знаешь когда выйдет огнеры и что он сделает и сейчас у нас понизила вот этого центрального пульта прям очень не хотелось его понижала увидите меня никто не спрашивал сюда 10 нет 8 это только 8 зевс под зевса под зевса хорошо идет зевса очень хорошо идет так сейчас мы откатиться все плечу и за 9 это он еще фул стол не выстрелом когда выставит у стол у него на они начнут копиться сами и я думаю там за соточку можно будет сделать началось так отлично четвертый культ это красота все остальное у нас кипается и вот так можно играть когда такое более-менее везение есть бы я не против только зачем я нажал сейчас зевса я же могу не убить теперь знаю это была ошибка не надо было нажимать но хотя смотрите добил 10 глаз опа опа слушайте а самый сильный то будет спать они более-менее более-менее живем сюда братуху бродягу отлично 54 главное в соточку выйти аккуратненько не торопясь без лишних мискликов здесь нам надо прожать потому что они у нас все под лечение мы всем остальным так и все равно даже немножко не хватило нам очистить есть золотая попробую я собрать еще раз да мне везет я собираю заново 6 культа спасибо что мы повезло как вы играли и и все теперь у меня все ребятушки с 10 глазами 319 зевс и под зевсом нормально там тоже все порядок там очень много урона и так краем глаза смотрю как влад убивает это все дело по третий меч вот третий меч это неприятно ведь имеющие понятно куда делать там надо как бы достраивать стол хотя бы пару пересечений чтоб монах начал бить особенно вот этот с десятью глазами очень хочется чтобы он начал бить это тоже как-то влад пока очень опасно играет у него тот братишка на котором 10 глаз и на точке роста он не пересеченный стоит я не знаю почему так это сюда это сюда эти меч даме и скипнуть и скипнуть вот по гроссмейстеру проблемы смотрите проблемы это золото а ее пока что просто даже некуда убрать хотя зевса я прожал ну нормально ладно она пнется если она апнется к боссом мы сделаем себе т7 но на двух крестах убить макаку плюс бедлама это как бы я не знаю я все таки больше склоняюсь к тому что это невозможно все мы прекрасно помним что делает макака бедлам потому что смотрите вот разбился крест пятую ряду я никуда не могу отдать потому что по непонятным причинам у меня не было урона и вот у меня оглушаются стоять контр заклятие не надо не надо дядя ой ой да отвали ты давай 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 он даже палку не кинул ой ой это красота только болин только 6 я думал все седьмые слушать это было хорошо обезьяна даже не кинула палку прикиньте на такой волне что-то короче я намудрил с уроном он у меня в моменте его не было потом моменте он появился я не знаю так быть не должно но так получилось и что сказать на это я тоже не знаю может у меня кто-то оглушенный сильно был потому что сейчас ну вот прям очень хорошо пошло я думал что сейчас на этом закончится я буду поливать дерьмом этого культиста еще очень очень долго но нет стоим и нормально стоим очень много маны надо копить стаки понеслась не смотрите что там сверху происходит там просто пылесос там просто страшнейший непонятный пылесос боссы отваливаются а понятно лад с призывателем я не заметил я его пожалел не стал брать призывателя какие-то лаги а он взял понятное дело он перекрутил призывателя на боссов урон попал все теперь вопросов нету конечно если крутить призыва то габела хотя я думаю все равно даже портить призыва будет как-то получше блин это у него еще 25 призывов прикиньте какая хренатень знаю будем пытаться что накидывать 88 стаков к соточке подходим как бы не быстро но и немедленно все он full стол вышел сейчас ничего наверно кидать не будет и макака молоток конечно конечно когда-нибудь макаку пофиксит но это будет не скоро отец в каком плане в плане культа потому что для культа это не хочу ныть братухи но буду пульт такой урод конченый просто вообще не мог ну законтрить культа вот просто выпустите я не знаю в игре сумасшедшие лаги этой точно лагает не у меня это лагает сама игра я не знаю почему смотрите меня летят контр заклятие меня летит вся хренатень которая просто вот у меня три пешки дамажит все остальное это пыль это это нужно чтобы выстроить постоянно 3 пешки у меня под ударом любой гроссмейстер ну вот любой гроссмейстер выходит и чпокает меня если я его не успеваю бить этого с какой-то божьей помощью я джахнул вот а дальше вопрос что будет дальше так хорошо волнук 10 миллионов мобов прошли ну до обновления я честно скажу стоялась увереннее стоялась намного увереннее но там и мечи как бы а лучше были сейчас же мечи подрезали чтобы как-то вот как не это чистить чудовище и упорыл и он успел успел не надо переживать все хорошо сейчас мечи порезали да и статуя какая-то странная для себя я вижу наверное очевидную колоду это монах монах там словно русалкой да она у меня маленькая но это как бы лучше чем монах зевсом или там коль зевсом монахом ты себя просто увереннее чувствуешь этого достаточно просто 40 тысяч монах даже могу о могу кстати стоит она . золотая и погнали резко скипнем все это дело надо немного посоединять 108 стаков носит мне это неплохо хорошо только вот 4 1 надо будет опять магию включать ампудинг бедлам кстати я не знаю как мы собираемся это убивать я вообще не представляю как убить у динга бедлама 71 стак так здесь я нажимать соответственно не буду я аккуратненько ровненько нажму вот бедлама нормально нормально более-менее даже волну почистили 1 и 5 но это же дохренища добавлю урона но но смотрите но смотрите не какое-то дерьмо мужики честно дерьмо из-за того что порезали мечи вот видите что случилось причем точки хорошие все отлично до обновления при таком тесте мы простояли 380b до обновления 380b сейчас вы видите сами стал был хороший все было раскачено везде 10 глаз но так без курток получилось всего 38 38b монах причем не чувствовал то есть очевидно что монах сейчас мета будет мета с левый дыха правого дыха конечно тронули надо его будет пощупать этим займемся мы уже в других видосов культа я вам показал каждый решает сам я конечно попробую пвп с ним поиграть но я думаю результат будет очевидно и точно таким все друзья как бы вы больше сказать нечего всем огромное спасибо за просмотр надеюсь кому-то было полезно информативно и кто-то кто играл культом сплакнет вместе со мной а я погнал всем удачи и пока